Итак, дорогие друзья, всем привет! Внезапное включение! Офигеть, какие новости только что произошли в игре Бравл Старс! Я, значит... А погнали я вам расскажу и покажу, что я вам тут... Смотрите, я, значит, только что стримил, и сейчас стримлю, так что залетай на стрим, апаю 50 тысяч кубков. Ни в чем себе не отказывай, я, кстати, с Тью апаю сейчас без поражений на косарь, посмотри, пожалуйста, сюда. Ты где тут видишь поражение? Поражений нет, а значит, что надо сделать? А значит, надо поставить лайк. Но! Тебя сейчас разнесет на куски не от этой новости. Тебя сейчас ты просто... Твой мозг взорвется. Хочешь? Хочешь? Ребят, вы, думаю, все видели, а если не видели, то зайдите в Твиттер, Инстаграм, ой, в Твиттер, в Бравл Старс, но и не только в Твиттере, и в паблике, в Инстаграме, думаю, эта новость есть, что был техперерыв, и у нас забрали золотые билеты. То есть, понимаете, что это значит? Это значит, что теперь золотых билетов не будет. А с ними была определенная особенность. Если вы хотите знать, почему золотые билеты забрали, в чем их было читерство, а у них было читерство. Я вам, кстати, сейчас расскажу, что за тактики были с золотыми билетами и почему их убрали. Кстати, напишите в комментариях, вы расстроились, что золотые билеты на клановую войну теперь забрали, и теперь вы не сможете ими пользоваться. Их не будет в клановых войнах. Но самая фишка же еще не в этом. Фишка в другом. Билеты забрали. А что нам теперь? Ну, значит, билеты забрали. А компенсация какая? Компенсация, ребята, следующая. Вот это реально просто шок. Обязательно загляните в магазин. В ближайшие дни мы вышлем подарок. Пять кристаллов, чтобы компенсировать и отблагодарить ваши отзывы. Секундочку. Это что получается? Если только что техперерыв был, он закончился, значит, золотых билетов теперь не будет. Если я сейчас нажму магазин, я увижу там пять бесплатных гемов. Ребята, если вы хотите знать, как забрать пять бесплатных гемов, поставьте лайк, подпишитесь на канал и сейчас вместе с вами это проверим и попробуем их забрать. Пять халявных гемов. Вот ты здрасте. У меня будет 520 гемов. Я смогу прям вообще жировать. Итак, готовы? Я сейчас просто открываю магазин. Готовы? Пять гемов! Ха-ха-ха! Поехали! Секундочку. А где пять гемов? Наверняка у вас возник такой же вопрос, потому что, скорее всего, у вас в магазинах пяти гемов нет. Но все очень просто, дорогие друзья. Через 22 часа начинается новая клановая война. Я думаю, что уже завтра, когда начнется клановая война, начнется раздача гемов у вас в магазинах. Вы сможете получить свои бесплатные гемы в магазине, зайдя просто в игру. Поэтому, ребят, не пропустите. Я не знаю, какое количество дней эти пять гемов будут находиться. Вдруг они будут всего лишь, я не знаю, там три часа или сутки, максимум три дня. И все, и вы больше не сможете получить свои халявные гемы. Но вот все равно, как бы, их забрать, я думаю, стоит. Хотя я думаю, что это так себе компенсация за золотые билеты. А теперь я вам расскажу, что вообще золотые билеты такого плохого приносили в игру, что их, ребята, убрали. Но для этого погнали в каточку. У нас сейчас 959 кубков. Мы сейчас на видосик апнем косарь. И помимо этого мы будем не только апать стюна косарь. Залетайте на стрим и чекайте. Обязательно стримы. И следите за моим пушем 50 тысяч. Сейчас подберутся соперники. И я вам расскажу, что такое, вообще, как багаюзили золотыми билетами. Точнее, это не багаюзили, а вот как наносили вред кланварам золотые билеты. Но опять же, люди делятся на несколько мнений. Кто-то говорит, что это круто. Кто-то говорит, что это плохо. Итак, поехали. У нас, кстати, по ходу снайп, да, сейчас? Нет, это пик с тремя танками. Понял. Хороший пик. Ростик, расскажи, пожалуйста, что золотые билеты такого плохого делали, что разработчики их решили выпилить и за это нам дали бесплатные гемы? Ну, на самом деле, задумка вообще была в другом. То, что эти золотые тикеты, они должны равномерно были распределяться в течение всего сезона. То есть, как вы знаете, три дня идет кланвар. Ну, то есть, три игровых дня. Остальное перерыва. И получается то, что некоторые кланы оставляли там, ну, смотрели за другими, что они делают. И оставляли там парочку буквально каток. Собирали, например, два стака, да. И они там используют эти золотые билеты и идут на последних минутах в бой. И что? Когда они заканчивают этот бой, сезон уже закончился. И им начисляют дополнительные, типа, очки. И получается то, что ты, например, смотришь в конце сезона уже, он должен, по идее, закончиться. Ага. А ты на последних секундах за золотые билеты, да? Да. А там еще, ну, идет подсчет результатов, типа, ну, видно там, опережаешь, например, на 10 поинтов, на 20. А хоп, они там подсчитывают, уже завершающие катки идут. И все, у вас там клан обогнал тоже на парочку очков. И поэтому вы уже занимаете не первую позицию, а вторую, например. А то и ниже. То есть, простыми словами, золотые билеты, если применить грамотно и вовремя, просто бустят твой клуб, даже там с третьего, с четвертого места на топ-1. Да, можно сказать так. Кстати, легенде Леону и Джиниксу хочу передать привет. Спасибо, что подарили нам каточку. Ну, это ж еще не все, ребят. Это ж еще не все. Ну, а вишенка на торте, ребята, это то, что скрытые тактики. Паша нам рассказал, Паша Шампанов, тактику свою. Как он, оба, использовал эти билетики. Прикиньте. Значит, фишка в чем? Фишка в том, что если ты билетик используешь оперативно в нужное время, в ту же секунду, то ты невероятно бустишь свой клан. Но, как этого добиться, чтобы была сплоченность, сыгранность и, ну, работала тактика. Все правильно, связь. И Паша создал отдельный телеграм-канал для своего клуба. И там он через уведомление называл, там, кому куда зайти, чтобы он, точнее, кому зайти в игру и потратить билеты, чтобы клан поднять по трофеям. И таким образом, ну, эта тактика должна была сработать, и они могли бы, там, первая зайти, там, в мастер-лигу или, там, в чемпион-лигу какая-то. Мы уже в легендарной лиге сейчас. Да. Вот. Но, прикиньте, какой облом. Билеты сейчас убрали просто. Убрали билеты, и все, их теперь не будет. Но взамен, конечно, нам пообещали дать 5 гемов. Пока что 5 гемов в игре нет, но они появятся вот буквально с минуты на минуту. Ой. Ну, могут появиться с минуты на минуту. Поэтому, чекайте, вдруг, кто новости эту не знал, чекайте магазин. Я обязательно запишу видео, когда эти гемы появятся. Вот. Но, это официальная информация, разработчики. Оу, щит. Стив, Скей, спасибо. Мортисоник не прочитаю. Короче, сейчас будет косарик. Вот. Напишите в комментариях, вы рады тому, что вам дадут 5 гемов? Или вы... Вообще, этой ситуации рады, что убирают билеты и дадут 5 гемов? Или вы расстроены? Мне просто интересно. Потому что мне без разницы. Я особо эти билеты не багаюзил. Точнее, ну, не использовал во благо клана. В таком ключе. Я просто играл за золотые билеты и все. Поэтому мне погода не изменилась особо. Интересно почитать ваше мнение. Как вы относитесь к этому? Ну, и компенсация 5 гемов справедлива? И она будет единожды? Или... Несколько раз за сезон? Вот в чем вопрос. Братва, ну что? У нас ласткаточка на Сью. И, скорее всего, это косарик. Если я сейчас не проиграю, я вам покажу стату. Вы офигеете просто. Мы ни разу не проиграли с момента пуша этого бойца. С момента пуша этого бойца мы ни разу не слили. Слышите? Ну, я надеюсь, сейчас не будет исключением. Блин. Я специально не слил ульту. Сейчас. Так. Сфитфир. Оп. Пик у нас вообще имбовый, пацаны. Смотрите. Берете, делаете вот так. Рляп. И расчищаете тут базу. Оп. И Мортис просто Павлешвили. Ну да, чуть-чуть. Чуть-чуть перебил. Но чуть-чуть. Это не считается. Так. 6-0. Пока проигрываем. Но у нас есть тяжечка у Тары. Тара. Я так понял, нужна помощь, да? Да, да, да. Сломал. Ага, она поставила новую Морту. Ну, сейчас я и там сломаю. Ничего, ничего, ничего. Да боже, она их тут водула. Упал вообще на знаменитах. Упал я прям в бесячном. Так. Все, собрались. Я надеюсь, это не будет первым поражением у нас. Блин. Мортис прыжка. Жесткий, жесткий. Там добили, добили. Один сон остался. Он собрал. Нет. Да блин, что за урон? Боже, урон. Не. Мы слили. Прикиньте. Первая катка. Первая. И последняя. Вы офигеть. Это последняя катка. Первая слита. И последняя катка на тысячу. Я вам отвечаю. Мы единственный. Вот это на видос проиграли катку. До этого ни одной катки слито не было. Ни одной. Посмотрите. Мы полностью стю апали без поражений. Посмотрите. Даже лог поединка не влазит. Без поражений апали. Прикиньте. Полностью на косарь. И первая катка же на видос. Причем последняя. Последняя катка была. Жесть. До этого такие классные катки были. Вот сейчас что-то как всегда. Врубаю видос. И какой-то тупняк начинается. Так. Вот сейчас смотрите. Очень хорошая каточка. Я уже раскрыл пол карты. Ладно. Только свою сторону. Но я люблю маленько преувеличивать. Так. Все. Осталось. Оу. Назад. Домой. Так. Сейчас я тебе ростик открою. Я не знал то, что там таро, блин. Добил таро. Отлично. Так. Все отлично. Ну у тебя чуть-чуть криво раскрыл. Да, я тут буду ставить. Ой. Меня прям снесли стычки. Так. Блин, так обидно. Косарь бы был без поражений. Ну нормально. Одно поражение. Это прям. Это прям. Обидно, конечно. Но. Как. Ну что, нам остается. Две. А, еще две. Еще две катки. Да. Нас откатили немножечко. Ну, ничего. Сейчас сделаем. Так, ребятки. Смотрите, какой против нас пик. Тупо все танки. Роза, Мортис и Бык. Стеночки разломали, значит. И все. И пацаны ничего сделать не могут. Вообще жесть просто. Но у нас реально очень сильный пик. Так, что без поражений я не припомню, чтобы мы апались. Вообще. Не в зависимости, какая Тима там. Ну, без поражений я прям не припомню. А это прям вообще залетело на ура. Как. Дети в школу. Так. Это же не Алекс? Кто? Ну, это же фейк, да, чел? А, Нави, Алекс. 50к. Да, да, фейк, фейк. Да, фейк, фейк. Ну, ладно, ничего себе, фейки. 50к. Ласт катка, поехали. Итак, ребятки, показываю вам последнюю каточку. Надеюсь, не поражение. Сейчас главное отыграть четенько. Смотрите. Оп. Ляп. Ляп. Ах, один кирпичик остался. Ляп. 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 Хорошо. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Хорошо. И осталась последняя стеночка. Хоп. Блин, один кирпичик остался. Так. 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 Ну, все, раскрытая полностью карта, и пацаны ничего сделать не могут. Просто бит их расстреливает. Это имба, пацаны. Аааа! Не успел ультануть. 8-0. Ребят, это косарностью. Я хочу, чтобы вы все подписались, сейчас поставили лайк. Потому что это только начало. Вы хотите, чтобы я записал видос? Сколько в итоге я апну за один стрим 30-х рангов? Это первый, кстати. В этом видосе явно не будет. А, у меня гем был, да? В этом видосе явно этой статистики не будет. Но, если по итогу стрима выходите, я запишу вам. Если много будет. О, вот это плохо. Да, я стянул троих, но не убил. У двоих гемы. А вот это... Вот это, да. Вот это нежданчик. Можем, можем, можем. Не можем уже. Боже, две последние катки и два слива. Да, остается последняя катка и тупо два слива. Это трэш. Кто-то выполняет работу. Так, ребятки. Ух. Нам, боже, блин, прикиньте, один кубок останется. Лол. Ну что, ребят. 999. На самом деле, можно было бы остановиться, но... Конечно же нет. Конечно же нет, мы идем в бой. Ваши ставки. Сольем или апнем? Как думаете? Напишите в комментах, поставьте на паузу, не перематывайте. Ну, а мы пошли в бой. Посмотрим сейчас. Да, последнюю катку затащили. Спасибо Бараку, КРУ, ЧАГОВЕКУ. В общем, тысячу кубков на Сью. И в магазине 5 гемов все еще нет. Ребята, я думаю, мое мнение, что 5 гемов дадут через 21 час, когда начнется клановая война. Вы якобы билеты купить не сможете. И в знак компенсации у вас в магазине будет 5 гемасов. Так что не пропустите. Подписывайтесь на канал, залетайте на стрим. Пишите свое мнение в комментариях. Ну и, опять же, надо записывать видос по окончанию пуша. Сколько 30 рангов я апну за сутки сегодня. То есть, первый с Тью уже есть. Мы аппали его с 800 и апнули буквально за час где-то, да? Где-то за час мы его апнули. Ну, примерно. Даже меньше, чем за час. Тех перерыв еще час был. Так что так. Все, ждем 5 гемов. Ух. Смотри, что.